Дома под снос для сносных условий жизни. Аварийное ветхое жилье стало темой совещания, которое накануне провел в Чувашии полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Кроме полпреда приехали в Чебоксары и главы регионов округа. Масштабную программу по ликвидации трущоб в регионах ПФО планируют завершить в самое ближайшее время. Сносу подлежат дома, которые признали аварийными до 1 января 2012 года. Список проблемных адресов огромный – 12 тысяч бараков. Некоторые были возведены в военное время. Удобства на улице, ветхие коммуникации, вечно протекающая кровля. Об этих проблемах уже скоро забудут более 180 тысяч человек. Все они дожидаются переезда, благоустроенные квартиры. Те, кто сейчас ютится в старых домах, новоселье сыграют ближайшие 4 года. Строительство нового жилья для очередников – задача первостепенная. Рост аварийного жилищного фонда происходил в течение длительного периода. И на сегодняшний день переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социально значимых проблем. С 2008 по 2012 год с использованием средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществлялся снос домов, признанных аварийными до 1 января 2010 года. В указанные годы общий объем финансирования региональных программ составил 41,5 миллиарда рублей. Возникают проблемы с финансированием программы. Чтобы реализовать поставленные задачи, регионам необходимо более 80 миллиардов рублей. Треть этой суммы поступит из фонда. Львиную долю свои бюджеты должны заложить регионы. Исходя из общей потребности денежных средств и лимитов данного фонда, объем софинансирования программ из консолидированных бюджетов регионов округа должен составить 48 миллиардов рублей. В региональных бюджетах на эти цели предусмотрено 28,3 миллиарда рублей. Таким образом, с учетом уточнения площади аварийного жилья, дефицит финансовых средств составляет 22,5 миллиарда рублей. Но бюджетный дефицит может возрасти до 30 миллиардов. В регионах продолжают уточнять площади аварийного жилья. Более двух тысяч бараков так и не вошли в программу, но все может измениться. В каждом субъекте проблему решают по-своему. Застройщикам предоставляют бесплатные земельные участки, с подрядчиками заключают инвестиционные договоры. Развивается рынок арендного жилья. В нашей республике за последние пять лет построено 1830 квартир. Практически общий государственный жилищный фонд составляет 83,5 тысячи квадратных метров. Стоимость квадратного метра, которая сейчас определяется Министерством регионального развития, отличается от рыночной. Ведомстве эту цену называют абсолютно справедливой. В этот диапазон не закладывается никаких лишних расходов. Она вычитает, есть поправочный коэффициент, уменьшающий на еще риэлторские вещи. Поэтому на сегодняшний день субъекты работают и в принципе по тем субъектам, где действительно есть искажение в статической отчетности, мы проводим оценку и вводим поправочный коэффициент на ту разницу в случае, если возникает ошибка арифметическая при статистической отчетности. Но стоимость квадратных метров вопрос второстепенный. Необходимо решать другие проблемы. Жилье аварийное, жилье ветхое. Между этими понятиями власти проводят грань. В ближайшее время в регионах планируют провести инвентаризацию и уже потом определять объемы. На совете были приняты и другие, не менее важные решения. Выработать справедливые методики, которыми руководствуется фонд жилищно-коммунального хозяйства, который софинансирует эти программы. И соответственно принять все меры для того, чтобы и земельные участки, которые сегодня находятся в обороте, были использованы для этих целей, как федеральные, так и в случае принятия соответствующего закону проекта, региональные, муниципальные и неразграниченные, чтобы также были направлены в оборот для решения задач по расселению ветхого аварийного фонда. Надо посмотреть вопросы тех категорий граждан, кто подлежит обеспечению в первоочередном порядке. Там, где действительно ситуация сегодня критическая, там, где есть опасность для жизни и здоровья людей, чтобы эти задачи решались в первую очередь. Предложения членов совета в ближайшее время отправят на рассмотрение федерального центра. Они лягут в основу новых документов, регламентирующих программы расселения из-за аварийного и ветхого жилья.